В сегодняшнем своем видео я заканчиваю изготовление и первая обработка рубанка самодельного из стали, меди, нарбау и винтажного железка, везенного из-за границы, ламинированного. Сейчас я его соберу и посмотрим как он строгает. Вот так вот строгает рубаночек буковую защищу. Чуть-чуть я его наклонил, с одной стороны немножко более плотно. Вот так даже финишная обработка не требуется. Идеально ровная, идеально гладкая. Также этот рубанок хорошо строгает древесину в торице и очень свелеватую древесину хорошо строгает. К примеру, сувель дуба, торцовый срез. Идеально, в общем-то. Попробую еще вишню строгнуть на сучке. Превосходно, абсолютно гладкая, как зеркало поверхность. Еще их ошибочно, хотя может быть и не ошибочно, называют торцовочными рубанками в более мелкой исполнении. Тоже можно сделать, если кому-то надо. Да, наверное, если бы сказал, что в комплекте идет подстроечный молоток. Которым настраивается, соответственно, по металлу бьем латунной частью, по древесине бьем деревянной частью. Чтобы не разбить и не изуродовать металл, соответственно, если будем лупить металлическим молотком, то он просто расплющится. Такой часто можно увидеть на старых железках. Если еще есть умники, которые лупят сюда, вот в эту часть, в подушку. Она загибается и, соответственно, не прилегает к обрабатываемому материалу. Вот сюда вот не надо бить деревяшечкой. Ну, еще раз повторюсь. Вкратце об этом рубанке. Дословно переводится он с английского как рубанок с низким углом наклона железка. Love in the plane. В России как бы он известен больше как оборотник. То есть лезвие у него перевернуто, в отличие от привычного нам положения резания. Значит, угол наклона железка 12 градусов. Заточка самого железка 25 градусов. Железка, как я уже говорил, винтажная. Голденберг. Начало, наверное, 20-го века, конец 19-го. Вот это видимая часть клейма-глаз. Ламинированная, то есть существует тонкая напайка на режущей кромке. Рубанок, как я и говорил, собран вручную. Из металла. Сталь конструктивная, конструкционная. Не знаю, кто их называет. Медь. Все сделано руками. Собрано на ласточкин хвост. С помощью обычных, подчеркну, обычных инструментов, которые есть практически в левоместерской. Это напильники, ножовка, линейка, тромбольник. Я намеренно не делал оборудование, дабы было понятно, что это, в общем-то, под силу любому человеку, который обладает желанием, временем и умением держать в руках напильник. Единственное, конечно, да, то есть я, может быть, сверлил отверстие, то есть на сверловочном станке и болгаркой отрезал вот саму подошву от листа. То есть кто хочет целиком, полностью увидеть процесс изготовления на моем канале YouTube, начиная с номера 001 до номера 0030. 30 видеосюжетов об изготовлении с нуля вообще, то есть с пуска железа, в общем-то, пошаговый, поэтапный процесс. Вот этот рубанок был изготовлен на заказ, ну и в ближайшие дни, наверное, уже будет радовать хозяина своего. Вот такой процесс закончен. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова